Ульяновский подводит итоги выполнения работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На реализацию мероприятий национального проекта в 2021 году было направлено 3 миллиарда 800 тысяч рублей. Так, в первую половину июля в регионе нанесли дорожную разметку общей протяженностью 1500 километров. А к августу установили барьерное ограждение и больше тысячи дорожных знаков. На 57 километрах транзитных дорог сделали освещение. Также стоит отметить, что в рамках БКД мы активно занимаемся внедрением интеллектуальных транспортных систем в дорожную отрасль. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в июне текущего года был заключен государственный контракт на установку автоматических пунктов весового контроля. Перед нами стоит задача в текущем году ввести в эксплуатацию три таких объекта. Главная цель нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» к 2030 году – снизить уровень смертности населения от дорожно-транспортных происшествий в три с половиной раза по отношению к показателям 2017 года. Как отметил Андрей Тюрин, для завершения работ в комфортных погодных условиях осталось три недели. Также он подчеркнул, что у каждого из участников заседания должно быть четко сформированное понимание того, за какой фронт работы отвечает именно он. Только при таком условии будет возможность выполнить поставленные задачи. Как мы всегда говорим, за каждым смертельным случаем стоят жизни и судьбы людей, которые уже невозможно исправить. Вместе с тем вопрос аварийности и смертности на дорогах и количества дорожно-транспортных происшествий остается важным и не теряет своей остроты. Обновление дорог уже принесло результаты. Например, за 9 месяцев 2021 года снизилось число погибших в ДТП почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество ДТП снизилось на 6%. При этом рост показателей аварийности по отношению к аналогичному периоду прошлого года зарегистрирован на территории 13 муниципальных образований. Наиболее остро стоит в 6, в тех, которых превышены показатели аналогичного периода прошлого года по всем 3 показателям. По числу ДТП, по числу погибших и по числу раненых граждан. Это город Димитровград, Павловский район, Сенгелеевский, Наумалоклинский, Радищевский и Сурский. Всего за год было зарегистрировано 76 ДТП. В них погибло 8 человек, 114 получили ранения разной тяжести. На улицах Ульяновска определено 17 аварийных опасных мест. Там обновляют разметку, устанавливают новые знаки ограждения. Однако расслабляться рано. Впереди подготовка города к зиме. Всего планируют задействовать 773 единицы спецтехники. Готовность к зиме дорожной отрасли на сегодняшний день составляет 86%. В целом, по информации муниципальных образований Ульяновской области, на содержание дорог местного значения в зимний период 2021-2022 года планируется направить 248 миллионов рублей. По состоянию на сегодняшний день заключено 270 договоров. К предстоящей зиме планируется заготовить свыше 20 тысяч тонн песко-соляной смеси и необходимого количества твердого реагента. Всех работников обеспечить зимней одеждой, обувью и шансовым инструментом. Алина Тихонова, Герман Баранов, Управда ТВ.